Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о советской 122-мм самоходной артиллерийской установке «Гвоздика». В продолжение темы работ как в Советском Союзе, так и в Европе и США над артиллерией в годы начала Холодной войны «Гвоздика» вписывается как нельзя лучше, потому что она стала одной из первых самоходных гаубиц, которая была призвана заменить на вооружении советской армии буксируемые гаубицы. Так или иначе, рассказывая про подобное вооружение, по части истории я объясняю, какие были проблемы в этот период, и вы можете составить общее представление, какой ценой давалось все это вооружение, и через что пришлось пройти тем людям, которые разрабатывали как гаубицы, так и другую военную технику. Так что начну с истории создания, и затем расскажу, что же собой в целом представляет САУ «Гвоздика». Если вы хотите поддержать нашу работу, сделать это можно по ссылкам в описании, или через кнопку спонсорства здесь, на ютюбе. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, это делает наш контент лучше. Let's burn! После Второй мировой войны, с конца 40-х годов, начало 50-х, уже началась гонка вооружений между Советским Союзом и США. США активно работали над заменой устаревающих буксируемых гаубиц, в то время как Советский Союз значительно от них отставал. Это неудивительно. Все же война была не на американском континенте. Еще один аспект, который все понимали, это потенциальная ядерная война. Обе стороны хорошо понимали, что стратегическая ядерная война маловероятна. В этой войне будут уничтожены обе стороны и все рядом находящиеся страны. А значит, вполне могла быть локальная война с применением тактического ядерного оружия. В целом и на сегодняшний день ничего не поменялось в этом вопросе. Только количество носителей ядерной боевой части и их разнообразие значительно возросло. А значит, надо было разрабатывать и самоходную артиллерию, способную стрелять снарядами с ядерной боевой частью и минометы. Тут вам в пример миномет АК, на который был обзор на канале. Ссылку оставлю в описании. Вот так и в Советском Союзе в период 47-го по 53-й год активно работали в поисках решений создания самоходных гаубиц, которые были бы на уровне с американскими. В 1955 году Хрущев большинство подобных программ по созданию самоходных гаубиц завернул. И надо понимать, зачем он совершил подобный шаг. В то время начало бытовать мнение, что все названные выше задачи вполне смогут выполнять тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы. В принципе, на этой концепции Советский Союз потерял почти 10 лет, придерживаясь ее. Считали, что ракеты могут вполне выполнить эту задачу. А ствольная артиллерия в этом плане будет не настолько эффективна. После 64-го года, когда Хрущев был заменен, вернулись к идее разработки самоходных гаубиц. Но, как вы понимаете, в этом вопросе США уже достаточно продвинулись вперед. Тогда в Советском Союзе поняли, что не хватает на вооружении советской армии самоходной артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, которая могла бы вести огонь из закрытых позиций и в ходе ведения боевых действий поддерживать танковые подразделения и мотострелковые. И в 1965 году в этом убедились еще сильнее. На Львовском полигоне провели учения с применением артиллерии времен Второй мировой войны и убедились, что те самоходные установки, что были на вооружении, просто не соответствовали времени. Поэтому в том же 1965 году во ВНИИ-100 начали работать над эскизами возможных 122-мм и 152-мм самоходных гаубиц, чтобы примерно понимать, как могут выглядеть эти САУ и каковы могут быть у них характеристики, а также какие могут быть их возможности. Это все дало свои плоды только в 1967 году, когда согласно постановлению ЦК КПСС начали работы по созданию 2С1 Гвоздика и 2С3 Акация. Первая – это 122-мм САУ, а вторая – 152-мм. Про Акацию еще будет обзор на канале, поэтому пока ее оставим и сосредоточимся только на Гвоздике. Тут тоже было два нюанса, которые стали однозначны в ходе проектных работ. Создавать с нуля все компоненты новой самоходки или как-то объединить то, что уже было обкатано и просто доработать. Так в итоге и случилось. По артиллерийской части взяли за основу гаубицу Д-30. С нее оставили внутреннее устройство ствола, баллистику и боеприпасы. Для лучшего понимания строения гаубицы Д-30 рекомендую посмотреть на нее обзор. Оставлю ссылку в описании. Но если с этим было понятно, то что тогда делать с шасси? На выбор было предложено три опции – МТЛБ, БМП-1 и Объект-124, созданный на базе советской 100-мм самоходной гаубицы СУ-100П. На МТЛБ еще будет отдельный обзор на канале, поэтому не буду на ней останавливаться более детально. А лишь скажу, что по ряду причин именно МТЛБ и выбрали. Хотя во время испытаний БМП-1 наиболее подходила под эти задачи. Но в советском королевстве не все было гладко. Поэтому пришлось взять МТЛБ. Хотя на испытаниях он оказался неустойчивым во время стрельбы. И не имел необходимого уровня нагрузок на ходовую часть, чтобы выдерживать стрельбу из гаубицы Д-30. И был еще один недостаток, который не очень подходил разработчикам. Это недостаточная плавучесть шасси. А планировалось, что новая САУ легко будет преодолевать любые водные преграды. Поэтому, чтобы было возможным использовать шасси МТЛБ, его удлинили и добавили пару опорных катков. Их стало семь. Работами по созданию шасси для новой САУ занимались на Харьковском тракторном заводе имени Арджаникидзе. А вот гаубица, которой присвоили индекс Д-32, разрабатывалась на ОКБ-9. На ОКБ-9 работы по созданию гаубицы Д-32 велись вплоть до 1968 года, когда всю проектную документацию и передали на Харьковский завод, чтобы уже одно собрать с другим и довести все это до единой самоходки. Еще примерно год понадобилось конструкторам, чтобы все довести до ума и не представить в 1969 году четыре первых опытных образца. Но сразу же первые испытания выявили существенный недостаток. Высокая загазованность боевого отделения. Но тут есть еще такой нюанс. Был разработан еще один вариант самоходной гаубицы с картузным заряжанием, который бы потенциально бы решил этот вопрос. В общем, было сделано ряд улучшений, включая переработку затвора, досылателя и ряда других улучшений, которые по сути глобально ничего не поменяли. Ни скорострельность, ни удобство использования. В общем, от этого решили отказаться и вернуться к базовой версии. Но лишь с тем улучшением, что установили более мощный эжектор ствола и доработали гильзы, дав им лучшую обтюрацию. Это позволило решить проблему загазованности. Все эти улучшения доводили до 1970 года. И уже в 1970 году, удовлетворившись увиденным, приняли 122-мм самоходную гаубицу 2С1 Гвоздика на вооружение. Тут и доработали шасси, что сделало ее плавающей. Серийное производство было начато в 1972 году на Харьковском тракторном заводе и производилось это САУ вплоть до распада Советского Союза до 1991 года. За этот период было создано порядка 10 тысяч единиц САУ Гвоздика, которая стояла на вооружении во многих странах мира, включая страны Варшавского договора. Было сделано множество различных модификаций этой самоходки, и она дала жизнь многим другим САУ. Также Гвоздику постоянно дорабатывали и улучшали, чтобы она оставалась актуальной своему времени. Стоит сказать, что даже в 2023 году Гвоздика остается актуальной и активно используется как сама, так и ее версии, созданные по лицензии. Что ж говорить о модификациях? Это коротко об истории создания САУ Гвоздика. А теперь, что же она собой в целом представляет и каковы ее возможности. В ходе разработки САУ-2С1 Гвоздика не стали отходить от традиционной компоновки самоходных гаубиц. Тут классическая схема. Спереди моторно-трансмиссионное отделение справа, отделение управления спереди слева, и боевое отделение в средней и кормовой части. Частично я уже рассказал, каков вид имеет Гвоздика, но продолжим с шасси, чтобы тут была полная картина. Я ранее говорил, что за основу взяли мотолыгу, так называют МТЛБ, и доработали ее. Добавили дополнительную пару опорных катков. Итого шасси состоит из семи пар обрезиненных опорных катков. В задней части машины находятся направляющие колеса, а в передней ведущей. На первом и седьмом опорных катках установлены двусторонние гидроамортизаторы. Подвеска торсионная. В передней части справа установлен V-образный восьмицилиндровый четырехтактный дизельный двигатель ЯМЗ-238 мощностью 300 лошадиных сил. Коробка передач имеет шесть передач вперед и одну назад. Для понимания скорости движения. Весит Гвоздика порядка 15,7 тонн. Это без учета снарядов. И максимальную скорость может развивать по шоссе до 60 км в час. А вот по пересеченной местности до 32 км в час. Задним ходом максимальная скорость составляет порядка 6 км в час. И также корпус полностью герметичный, что позволяет Гвоздике вплавь преодолевать водные преграды с максимальной скоростью в 4,5 км в час. Но тут тоже есть нюанс. Чтобы можно было это сделать, скорость течения воды не должна превышать 0,6 метра в секунду. А высота волн не должна быть выше 150 мм. И вес самоходки не должен превышать 16 тонн. А значит боекомплект, который был на борту САУ, не может превышать 30 снарядов. Все же она может перевозить до 40 снарядов. Про это я еще скажу. И заканчивая с этой частью. В стенках обоих бортов корпуса смонтированы по 3 последовательно соединенных между собой топливных бака. Общей емкостью 550 литров. Корпус сварен из стальных броневых катанных листов. Местами толщина корпуса достигает 20 мм. А это означает, что САУ вполне может защитить от огня стрелкового оружия и осколков снарядов. В длину самоходка 7 метров 26 сантиметров. В ширину 2 метра 85 сантиметров. В высоту 2 метра 72 сантиметра. Оснащена гвоздика башней, в которой расположены еще три члена экипажа. Всего их, как вы понимаете, четыре. Справа находится заряжающий, слева наводчик и за ним командир. Оснастили ее 122-мм пушкой 2А31 длиной в 35 калибров. Для стрельбы можно использовать те же снаряды, что и гаубица Д-30. Почему так, по части истории я объяснял. Как правило, перевозится 35 осколочно-фугасных снарядов и 5 кумулятивных снарядов. Осколочно-фугасные снаряды могут поражать цели на расстоянии до 15,2 километра. А вот кумулятивные снаряды, коих до 5 единиц перевозится, могут пробивать до 180 мм гомогенной брони на расстоянии в 2 километра. А вот максимальное расстояние, на которое может поражать цели гвоздика при использовании активно-реактивных снарядов, составляет 21,9 километра. По вертикали пушка может опускаться и подниматься для наведения на цель от плюс 3 градусов до плюс 70 градусов. Подъемный механизм секторный с ручным приводом. По горизонтали башня вращается на 360 градусов с помощью электрического или ручного приводов. Затвор у пушки вертикально-глиновой. Оснащена пушка также двухкамерным дульным тормозом. Но вот какой еще есть нюанс у этой САУ. Помимо боекомплекта, который расположен в башне, можно также подавать снаряды с грунта. Для этого в кормовой части есть специальная дверь, через которую можно подавать снаряды. И насчет заряжания. Сперва подается снаряд, а затем гильза с зарядом. Имеется у пушки механический досылатель для раздельной досылки снаряда и заряда. Насчет прицельных приспособлений. Начну с командира САУ. На крыше башни установлена вращающаяся командирская башенка с люком, оборудованная двумя перископическими приборами наблюдения ТНПО-170А и комбинированным прицелом ТКН-3Б. Наводчик имеет панорамный прицел 1ОП-40 для стрельбы из закрытых позиций. И для ведения огня прямой наводкой использует прицел ОП-5-37. В правой части башни перед люком заряжающего установлен вращающийся прибор наблюдения МК-4. Водитель имеет два призменных прибора наблюдения ТНПО-170А и прибор ночного видения ТВН-2Б для вождения ночью. И если говорить о применении самоходной гаубицы Гвоздика, то с момента своего создания и по сегодняшний день она принимала участие в разных военных конфликтах. Ее использовали в Афганистане, во время Второй Чеченской войны, во время конфликта в Приднестровье, в ходе военного конфликта в Украине, в ходе Ирано-Иракской войны применялось также. Ираку поставляли гвоздику из Советского Союза. И также Ирак применял гвоздику в ходе операции «Буря в пустыне». В Ливии в ходе Гражданской войны ее также использовали. Я говорил, что за все время было создано порядка 10 тысяч единиц Сау-Гвоздика. Назову только некоторые страны, у кого на вооружении была либо есть Сау-Гвоздика. Россия, Украина, Азербайджан, Алжир, Армения, Болгария, Беларусь, Йемен, Вьетнам, Конго, Казахстан, Польша, Уругвай, Эритрея, Чад и еще довольно большой список стран. На сегодня Сау-Гвоздика не утратила актуальности. Ее продолжают использовать не только в Украине и в России, а и в других странах. Если не на полях сражения, то для того, чтобы, исходя из Гвоздики, создать улучшенные версии собственных самоходных гаубиц и минометов. Что в итоге из этого получилось, мы будем рассказывать. Что ж, это была самоходная гаубица Гвоздика. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.